Здарова, комрады! С вами Аргумент 600, и сегодня у нас в гостях Павел, и мы хотим обсудить презентацию довольно свежую, Apple, на которой были представлены новое поколение MacBook, и пару слов было сказано про Apple TV. Павел, привет! И небольшое, скажем, но все же улучшение Siri. Ну, я бы сказал, что все вполне ожидаемо. То есть, никаких революционных изменений, все обычным эволюционным путем, эволюционном порядке. Сначала, когда они представили Apple TV, если не ошибаюсь, в прошлом году, последнее поколение, они сделали ставку на приложение, что, типа, телевизор будет такой же, как iPhone, только с большим экраном, и что все должно быть просто и доступно именно через приложение. А этот шаг уже был именно направлен на интеграцию всех сервисов, чтобы тебе не нужно было переключаться между тысячей и одним приложением, чтобы переключиться, не знаю, там, с трансляцией твоего любимого футбольного матча на просмотр, не знаю, там, Игры Престолов в свежей серии. Ну, вот они там прям нам показали, как мы смотрим спортивный матч, и в правой части экрана видим комментарии в Твиттере, которые приурочены к этому событию. Как тебе эта идея? Нужна ли она вообще в таком девайсе, и будет ли она пользоваться спросом? Мне сложно комментировать подобный шаг по двум причинам. Первое, я не смотрю футбол и вообще какие-либо такие спортивные мероприятия, ну, разве что за редким исключением каких-то там автогонок, и то не часто. И даже если я смотрю что-то спортивное или около спортивное, но я явно не комментирую происходящее, и мне глубоко фиолетово, что по этому поводу думают другие, это для моего собственного развлечения. Ну, а если предположить то, что вот фанаты, они все равно общаются, высказывают свои какие-то эмоции по поводу этого события, ну, так оно и есть, наверное, потому что, ну, я тоже, да, не смотрю все это, но тем не менее. Будет ли эта функция пользоваться именно у российского потребителя? Вот у российского потребителя я бы усомнился, скорее всего данный функционал, как и большинство функционал вообще Apple TV направлены именно на внутренний рынок США, потому что у нас нет и половины тех сервисов и приложений, которые существуют на рынке США. Вот, хвала богам, недавно к нам пришел Netflix, и как бы все. Ну, я думаю, возможно, это как бы дело времени, что они придут? Ну, это вопрос, потому что есть некоторые сервисы, которые, ну, специфичны именно для региона. То, что есть в США, например, они должны говорить, рэгби. У нас не играют в рэгби, у нас не смотрят в рэгби, так же активно, как это делают в США. Потому что у них это на уровне национального спорта, а у нас это на уровне, ну, как еще один спорт, кроме, там, футбола и хоккея. Я не знаю, на каком он там месте по популярности, там, по статистике, но явно не на первом. Ну, а что тебе больше всего понравилось в этой презентации, которая, я имею в виду, в той части, которая касается именно Apple TV? Какое новшество, на твой взгляд, может стать киллер-фичей? На мой взгляд, вообще, в целом, весь этот концепт Apple TV новый, то, что у них теперь все построено на приложениях, это отдельная операционка с отдельным, с отдельной парадигмой управления и взаимодействия с человеком, похожим на iOS, но все-таки это не iOS. Сам по себе этот шаг уже довольно неплох. По отношению ко всем остальным конкурентам, типа, Chromecast, типа, других, скажем, местечковых приставок, которые существуют на рынке, там, не знаю, того же, наверное, Амазона, Fire, никому тоже что-то есть для телевизора. Чего, естественно, нет на нашем рынке, но, может быть, когда-нибудь будет, было бы неплохо, конкуренция-то всегда хорошо. Сам факт, что я могу не искать в телефоне очередное, не знаю, там, видео Пучкова на Ютубе, а просто нажать на пульте, типа, открой мне Ютуб и покажи. И полагаться в этом на мощности приставки, а не на мощность телевизора, потому что она до сих пор даже Smart TV вызывает большую задумчивость, скажем так. Вот, это мне нравится. А на мой взгляд, мне больше всего понравилась та функция, которая отслеживает новые серии, например, если мы смотрим сериал. Потому что сейчас зачастую это проблема, когда ты смотришь несколько сериалов и быть в курсе, какая серия когда выйдет, и чтобы получать уведомления с этих сериалов, то есть, ну, грубо говоря, следить за этими сериалами, зачастую бывает довольно сложно. То есть, в старинку мы подписываемся на какие-нибудь фан-группы, на, может быть, официальные сайты производителей этих сериалов. Но с приходом вот этой вот приставки и обновления ПО на эту приставку, то это все становится гораздо удобнее, видео смотреть приятнее, и доступ к контенту, он, на мой взгляд, теперь гораздо проще, легче и более интуитивно понятен. И мне тоже понравилось то, что можно, например, вот Сири спросить, там, Сири, проиграй мне последнюю, там, серию Игры Престолов. И она это сделает. Погоди, тут есть важный нюанс. Наверняка система уведомлений о свежем контенте, о свежих эпизодах тех же сериалов уже наверняка встроена в приложение, соответствующих провайдеров этого контента. И здесь ключевое слово – провайдер контента. Потому что это подразумевает то, что ты подписан на тот же самый, допустим, HBO, который есть в США, на Netflix и на Ижи с ними. Но если у нас в стране этого нет, или, например, у нас люди не подписываются, а предпочитают смотреть это через, ну, скачивать с торрентов, или на каких-то там, не знаю, может быть, не очень легитимных сайтах, просто гуглит смотреть онлайн и смотрит на первом павшем сайте онлайн, вся эта система уведомлений может за счет и потерять смысл. Потому что она подразумевает, что ты пользователь сервиса. Если мы не используем это уведомление исключительно ради того, чтобы потом пойти снова погуглить, смотреть онлайн этот вот эпизод. Не, ну, безусловно, да. Если говорить про системы уведомлений, то мы имеем в виду именно в рамках этой экосистемы. Конечно, если можно, ну, хотя, кто будет использовать Apple TV для того, чтобы иметь уведомления о том, что вышел новая серия, потом без жести в Google смотреть бесплатно? Кто знает, кто знает. Ну, может быть. Просто я думаю, для этого есть как бы отдельные там группы ВКонтакте, какие-то в социальных сетях, где можно контролировать вот эти вот выходы с этих серий, чтобы не пропустить последние. Я знаю, нет ВКонтакте. Хорошо, в Фейсбуке. Хорошо, ну, теперь, я думаю, перейдем к, собственно, Сабжу. Самое интересное, что было представлено на этой презентации, это новые макбуки. Для тех, кто смотрел в прямом эфире презентацию на моем канале, вы, наверное, уже знаете, что произошло, но давайте поговорим именно о своих впечатлениях об этом. Перед презентацией вышел Тим Кук и его приспешники, которые нам объявили, что, в общем-то, ноутбуки Apple, они всегда там были, прям вот задвигали моду, определяли тенденции в индустрии. И вот сейчас мы увидим примерно то же самое, как он сказал тебе. И вот наш макбук снова сделает это, определит будущее всех этих устройств и определит направление развития всей этой индустрии в целом. Вот, не вдаваясь в детали, действительно ли оно, по-твоему, так? Действительно ли он прорывной прям поворот в истории сделал или нет? Нет. Короткий ответ – нет. Понятно, а почему? Что пошло не так? Здесь нет того, чтобы что-то пошло не так. Просто каждая компания, наверное, всегда будет говорить, что ее товар самый лучший, самый популярный, самый прорывной, самый инновационный. Наверное, это нормально расхваливает свой собственный продукт. Но если вообще посмотреть на рынок в целом, я бы сказал, что трудно выделить какой-то прям вот один четкий товар или четкий бренд, который двигает прям вот больше всех. То есть, я бы сказал, что по периодам это эпизодично происходит. То есть, кто-то вырывается вперед, представляет что-то новое. Но в среднем по больнице у каждого есть что-то свое. Потому что, если мы вернемся немножко назад, в период, когда у того же Microsoft начались загоны по тачскринам, тоже рынок начал наводняться устройствами, всякими странными гибридами, типа как у Delo, я не помню, какой был с поворотным экраном, когда он прям в каркасе, ты помнишь, поворачивался вокруг оси. Потом начали появляться трансформеры, типа Lenovo Yoga. Потом начали появляться с отсоединяемыми экранами. И если так посмотреть на то, чем пользуются люди, люди, причем, пользуются обычными ноутбуками. Какими-нибудь, скажем так, условно-среднестатистическими Asus'ами, с обычными экранами, с обычными клавиатурами, без всякой вот этой ботовой. Может быть, да, у них есть тачскрины, но никто вот этими трансформерами наворочными не пользуется. Хотя они могли вполне бы стать вот этим вот... Наш товар самый суперпрорывной, самый инновационный. Но нет, этого не случилось. И точно так же и с ноутбуками Apple. Да, они хороши, они четко собраны, у них есть свои бонусы, какие-то свои инновации, но они не суперреволюционеры, как это преподносит нам, разумеется. Если рационально смотреть на вещи. Ну, мы услышали главное, что это лучший ноутбук, который они когда-либо делали. Ключевое слово, когда они либо делали. Ну да, понятное дело. Они каждую, по-моему, каждую презентацию у них. Этот девайс, это лучший тот девайс из всех, которые что они делали. Но мы знаем... Обратите внимание, кстати, они не сравнивают себя с другими. То есть не говорят, что это, да, лучший ноутбук когда-либо, но они, тем не менее, явно себя ни с кем не сравнивают. Ну, я не знаю. Отвечет Microsoft. Возможно, но хотя я видел вот в начале презентации, если кто внимательным был, когда они пересказывали фактически... Ну, вот начало презентации этой являлась пересказом предыдущей презентации, где были представлены айфоны. Так вот, там было прямое сравнение с... Не то что с девайсами, но с рынком Android. С распространением Android 7 версии. Единственный слайд, где они посмели сравнить себя напрямую с конкурентами. Да. На этом все. Но это-то ладно. Я вот чего хотел спросить. Вот главное, пожалуй, нововведение новых макбуков в том, что они теперь обзавелись поддержкой сенсорной панели. Touch Bar они ее назвали, да? Вот мы прекрасно знаем, что фишка Apple именно в том, что они делают, казалось бы, иногда даже нежизнеспособные какие-то концепты, но когда они их выпускают в масс-продакшн, это становится, ну, не то что фичей, скажем, да, но вполне юзабельной вещью. То есть ей реально пользоваться, народ ей с удовольствием пользуется, хотя до этого даже если кто-то такое что-то подобное делал, оно не имело успеха. Ну, к примеру, да, приведем, к примеру, вот двойная камера на iPhone 7 Plus, сейчас от нее все там писаются кипятком, хотя когда выходил в свое время HTC One M8, этот эффект размытия заднего плана, эффект глубины резкости, никого почему-то не впечатлил, и никакого там революции это не создало. Вот будет ли этот Touch Bar именно той функцией, которой действительно будут пользоваться люди, и будет ли она действительно удобная, на твой взгляд? Здесь, вот возвращаясь к твоему примеру с двойной камерой, две вещи работают. Первая – это неосновимая адская машина маркетинга Apple. То есть они любую подобную вещь, которая может являться инновацией первичной, первичной, может не являться, они у кого-то ее позаимствовали, грубо говоря. Они умеют ее преподнести. Они умеют ее похвалить, распиарить, так, чтобы их лояльная аудитория воодушевилась этим новшеством, каким бы новшеством в кавычках она не являлась. Это раз. Во-вторых, Apple всегда славились самой слаженной, самой синхронной работой программного и аппаратного обеспечения. В этом всегда была их самая сильная сторона. И сейчас, я думаю, этот новый Touch Bar прогадает себя именно с этой стороны. То есть они будут всячески улучшать программную составляющую, чтобы она максимально эффективно раскрывала потенциал этого нововведения. И мне кажется, им это удастся. Несмотря на то, что для многих пользователей, например, такие, как мы, которые довольно скептически относятся к этим вещам, может быть, это не будет столь полезно, но всегда есть та ниша, всегда есть те пользователи, для которых это будет очень полезно. И Apple, мне кажется, удастся довести это до такого состояния, чтобы программное обеспечение и аппаратное обеспечение работали идеально. Но будет ли это той фичей, которая заставит пользователей предыдущих поколений устройств заменить на новые? И да, и нет. То есть, да, для тех, у кого очень старые макбуки и они давно хотели их заменить, они, скорее всего, их заменят именно этот аппарат и получат эту приятную фичу. А те, кто обладает достаточно свежими моделями или те, кто привыкли именно к аппаратной части, они вряд ли будут приходить именно ради тачи панели на новые версии макбуков. Ну вот я знаю, что у тебя есть макбук про. Есть. А я так понимаю, это предыдущее поколение, правильно же? Да. Но мы же знаем, что новые макбуки, они не то чтобы только с тачбаром шли, они же анонсировали еще и новые механизмы клавиш, более большой тачпад, а также, соответственно, повышенную производительность. Ну и еще и экран новый, который они, я так понимаю, не заявляют то, что он имеет расширенный динамический диапазон, это, наверное, отдельная даже целая тема, потому что насколько нужно, нужен этот расширенный диапазон в, так сказать, непрофессиональном контексте, это прям, я думаю, отдельный прям разговор должен быть. Вот. То есть, фактически, обновление коснулось не только вот этого тачбара, но ты бы стал бы менять свой макбук с небольшой доплатой на новинку при условии там чуть более мощного железа в новом поколении. И если нет, то что тебя останавливает? Вот знаешь, если бы у нас существовало фича именно как обновление железа, то есть ты сдаешь старый, доплачиваешь небольшую разницу и получаешь новый, тогда может быть там. Я бы стал бы это делать хотя бы из банального соображения переносимости, поскольку новые макбуки меньше и легче. Несмотря на то, что имеют более злое железо. А то, что я говорил про клавишиного поколения и новый увеличенный тачпад, это как раз было сделано, на мой взгляд, не только ради того, чтобы улучшить их, как чтобы улучшить, а чтобы можно было сделать корпус тоньше и по-другому железо перекомпоновать. Им нужно было это сделать. Ты помнишь, в презентации он сказал, мы избавились от физического кликера в тачпаде, который теперь эмулируется, это нажатие через как он, force feedback, или как он там называется? это позволило им сделать его тоньше и, соответственно, они смогли его увеличить, поскольку им не нужно опираться на физический фидбэк. И вот, но вот это основная причина этих нововведений. Но тебя не соблазняют они? Соблазняют, но тут нужно рациональности некоторых проявлять. Ну да, покупать каждый год, наверное, по макбуху. Ну, ради портативности и мощности, в принципе, может быть, имело бы смысл. Ну, при наличии возможности именно обмена такого обновления. У нас же сейчас, по-моему, нет, насколько я знаю. Просто, когда мы говорим про обновление только для того, чтобы получить большую производительность, возникает вопрос, ну, все же это ноутбук, а не рабочая станция. Нужно ли там это? На самом деле, сейчас очень для многих ноутбуки это именно рабочая станция. Ты просто носишь с собой свою рабочую станцию и подключаешь ее, допустим, к внешнему монитору там в офисе или еще где-то. И работаешь всегда со своим железом, со своим софтом, со своими настройками и спокойно перемещаешься. То есть, на твой взгляд, это весомый довод? На мой взгляд, это весомый довод. Да. Возможно, это так, хотя я, честно говоря, отношусь скептически именно к возросшей производительности ноутбуков. Почему? Потому что я прекрасно знаю то, что сейчас застой в компьютерном железе и от поколения к поколению чипы получают в лучшем случае 3-5% в пересчете на мегагерц тактовой работы. То есть, с этим есть, конечно, некоторые проблемы и, конечно, сказывается еще и то, что Intel фактически сейчас на рынке центральных процессоров там чуть ли не единственный игрок, потому что от AMD уже давно ничего не слышно, особенно в плане мобильных чипов. Да, не только мобильных, в принципе, и дисктопные чипы, CPU, они, конечно, уже давно не выпускают, мы ждем этих зенов, но ничего не получаем, но радует хотя бы то, что даже в этих макбуках, насколько мне известно, используется AMD-шная графика. Что ты думаешь про, или для тебя не важно, в принципе, какая там Nvidia будет, AMD? С точки зрения производительности в рабочей среде не шибко важно. С точки зрения, если, допустим, поиграть, то, наверное, я бы пропущал все-таки Nvidia. А почему? Банально, потому что больше производители игр ориентируются, в первую очередь, сначала на Nvidia, потом на AMD. И затачивают свои игры и драйвера, именно Nvidia. Ну, тут, наверное, это будет, наверное, некорректно все-таки говорить, потому что, наверное, не игровой ноутбук. Ну, знаешь, когда у тебя есть достаточно мощное железо, приятно иметь как бонус возможность совмещать и то, и другое. Я же не говорю там кризис, хотел сказать. Запускать на него. Хотя это хороший бенчмарк, но тем не менее, там, не знаю, как-нибудь Ведьмака или кто он сейчас сам больше всего требовательный к ресурсам. Конечно, о них речь не идет, но что-нибудь более старое, доброе, почему бы и нет. Паузу надо сделать. Так, че у нас в USB, надо и линейку обсудить. Хорошо. Помимо этого, чуть ли не там, ну, наверное, второй по важности изменением в новых макбуках стали новые универсальные, скажем так, порты USB Type-C, которые теперь возлагают на себя кучу возможностей, позволяют с любого из них заряжать ноутбук, а также имеют каскадное подключение. как тебе вообще эта идея отказа от всех практически старых портов в пользу USB Type-C, потому что, ну, я помню, как они в свое время скажем так, форсили свой порт зарядки с магнитным подвесом, который в итоге казался довольно удобный, на мой взгляд. Как тебе это решение отказа от всего этого в пользу универсальных портов? На самом деле тут у меня две мысли. Первый из них, если смотреть на что глобально, пофантазировав на будущее, если представить себе, что этот стандарт распространится и появится везде, и будет скажем, доминирующим, если еще лучше единственным, то это будет иметь, на мой взгляд, колоссальный успех, и это будет удобно для всех. В прямом смысле для всех. Не только для Apple, а для других производителей, для других пользователей. Измирал масштаб. Ну да, пока об этом говорить не приходится, к сожалению. Да, к сожалению, не приходится. С другой стороны, да, ты прав, отказ от MaxSafe, это с одной стороны упущение, на мой взгляд, с другой стороны, мне кажется, это подобные поступки, это в ДНК Apple делать что-то им такими, вот реально неэволюционными, а революционными рывками внедрять что-то новое или отказываться от чего-то старого. Как ты помнишь, они в свое время отказались от Сидеромов, перестали их встраивать, это тоже подстегнуло развитие сервисов онлайн и дистрибуции контента. И то же самое будет происходить и сейчас. То есть новые возможности этих портов, насколько я понял, они больше обусловлены кстати даже не совместимостью, в первую очередь с тем, что это Thunderbolt 3 все-таки порт, совместимость USB Type-C, потому что они имеют одинаковый форм-фактор. И именно за счет этого можно заряжать MacBook, подходив к любому порту с любой стороны, что удобно, потому что MacSafe всегда был только с одной стороны. Если кабеля не хватает или ты неудобно сидишь, тебе приходится тянуть либо кабель, либо разворачивать ноутбук, в общем это было с одной стороны это был хороший пор, с другой стороны это было не очень удобно. А это действительно было настолько неудобно? Ну в некоторых ситуациях, которые ты в большинстве случаев и запоминаешь, когда тебе неудобно, потому что когда все хорошо, ты это как само собой разумеющееся воспринимаешь. Да, это иногда было критично, но хотя и не часто. С другой стороны, благодаря вот этим Thunderbolt USB ты можешь подключить внешний монитор в этот же порт и заряжать ноутбук через сеть монитора. Монитор подключен к электросети, соответственно, и ты заряжаешь от него ноутбук, тебе не нужен еще один дополнительный питающий кабель. Если у тебя еще монитор, наверное, поддерживает данный функционал. я думаю в течение года рынок пополнится ощутимым количеством этих новых девайсов. Не только LG, которые они упомянули в презентации. Вторую важную вещь, которая мне понравилась, это то, что как раз не знаю, это свойство Thunderbolt'ов или это свойство USB Type-C, это нужно более внимательно изучить, это каскадность подключения. То есть, раньше, если мы использовали USB-хабы, чтобы подключить несколько девайсов, сейчас можно подключить эти девайсы в цепь и это на аппаратном уровне. Они все будут подключены к ноутбуку, он будет видеть и монитор, там и колонки и другие любые девайсы, которые подключаются через Thunderbolt. Это здорово. Ну, а то, что они отказались от старых портов, ожидаемо, ожидаемо, но не очень здорово все-таки этот MacBook Pro. Он для работы. А когда тебе нужно работать, значит, нужно, чтобы ты был быстро и без всякого лишнего кемороя, без всяких лишних проблем совместим с кучей устройств. А если ты хочешь быть совместим с кучей устройств, тебе нужен хотя бы один старый добрый USB-порт, на мой взгляд. А ты думаешь, возникнут эти проблемы, что некоторые девайсы не будут работать через переходник? Я не думаю, что это будет проблема и скорее проблемой будет этот самый переходник. То есть, тебе его нужно с собой таскать раз, тебе нужно его не потерять два и быть уверен на 100%, что переходник работает и тебя не подведет самый важный момент. И сколько их нужно еще? Да, и сколько их нужно еще в зависимости от того, сколько у тебя девайсов тебе нужно использовать. Я, например, с собой таскаю внешний хард на USB, потому что мне нужно там оперативно перекидывать файлы, что-то бэкапить и так далее. Для меня просто воткнуть USB-шный хард и работать важно. Ну, а думаешь, это большая будет проблема, если мы, например, воткнем переходник на USB-хард на его провод и как бы так и оставим, чтобы переходник был частью провода этого харда. Тогда возникает вопрос, сколько мне нужных переходников? Ну, как минимум 4 по-любому. Как минимум 4. Это еще поскольку там по 19-20 долларов. Ну, я так понимаю, это будет не единственный вариант, именно эпловские переходники. Да, или обновить хард, который наверняка, я уверен, что там и Western Digital, и CDS в большое время представят USB-шные харды прям супер заточенные под макбук. А, или придется обновлять целый парк, наверное, проводов. То есть, ну, да. Или вообще все электроники. Ну, это уж, наверное, слишком. Это слишком, да. Ты же не будешь там, не знаю, USB-звуковую карту менять, это как-то странно. Для начала нужно было обновить макбук. Да. Вот, когда начиналась презентация, во вступлении я сразу высказал свое предположение о том, что макбук Air, будучи уже продавливаемым, наверное, со стороны моделей Pro, так как они постоянно уменьшаются, становится все тоньше и легче, я предсказывал то, что на этой презентации будет связано что-то с тем, что линейка все-таки проредеет. Вот. И, в общем-то, я был недалек от правды. Действительно, часть устройств перестанет поддерживаться и выпускаться Apple. И, на мой взгляд, это очень логичное решение, потому что со временем эти девайсы все ближе и ближе соприкасаются друг с другом, особенно по массогабаритным показателям. В связи с чем, в принципе, отпадает надобность в излишне там суперлегких или там суперлегких, но менее производительных устройствах, потому что мы знаем уже то, что в маленький, компактный и тонкий корпус можно запихнуть более производительную начинку. В общем, я об этом говорил в начале презентации и оказалось, что это действительно так и нет нужды серьезной в том, чтобы пихать слабое железо в тонкий корпус. Туда можно запихнуть и, как выяснилось, довольно агрессивное и производительное железо. Вот. Как тебе это решение отказа от MacBook Air некоторых диагоналей? Вполне логично на мой взгляд. Самый большой вопрос, который у меня возник, это еще когда появился некий MacBook, не Pro, а обычные MacBook, как они их назвали. Тут маленький тонкий с одним USB-C, отчего, естественно, у всех тут же бомбануло. Подгорело. Да. Сейчас сразу положили кирпичей немножко по этому поводу. У меня сразу вопрос, зачем? Зачем это было сделано, когда по железу они очень схожи с линейкой Air. И ни тот, ни другой не имеет какого-то ярко выраженного преимущества, кроме того, что MacBook'и выглядели и были компактнее и обладали сразу ретиной. Хотя не все линейки Air обладали ретиной. Они, по-моему, даже на данную не все обладают. И уже тогда возник вопрос, как-либо линейка Air будет обновлена, и тогда этот шаг был совершенно непонятен и глуп. Но так как Apple обычно не делает глупых шагов, значит, дело было в обратном. Они собирались новой линейкой MacBook'ов каннибализировать линейку Air Это и произошло. Ты поощряешь такое поведение в компании? Я поощряю поведение компании, если оно направлено на то, что сделал Стив Джобс, когда вернулся в компанию. Он, как ты помнишь, взял и порезал 70% линейки продукции Apple, сконцентрировавшись на нескольких. Ну да, теперь мы видим наоборот. Макбуки, и с тех пор, как мы видим, линейка все разрасталась, разрасталась, и было непонятно, что каннибализирует, что. Появились 6-е iPhone здоровье, 6+, потом уже SE ушел обратно по размерам вниз. Там же у нас теперь есть iPad mini, обычный iPad, Pro, Pro mini, которые про двух размеров. Да, двух размеров. Зачем такое многообразие, я не могу понять. Я бы, например, поступил бы точно так же, как Jobs, я бы порезал половину самых ненужных девайсов. Ну да, особенно учитывая то, что сейчас чуть ли не, у Apple чуть ли не самый широкий ассортимент планшетов, наверное, а рынок проседает довольно сильно по этим девайсам, что, в принципе, неудивительно. Ну вот, рынок своих ноутбуков, они сейчас придут в порядок, я думаю, следующий шаг это именно рынок планшетов. Как ты считаешь, сторонние производители подхватят эту идею с универсальными портами USB Type-C и Touch Bar? Я надеюсь. Почему-то категорично. Я надеюсь, что они подхватят и то, что USB Type-C будет популяризироваться и распространяться все больше и больше, потому что на мой взгляд, рынок и пользователи уже давно ждали одного простого универсального порта, самое главное, мне кажется, ключевое слово, симметричного, чтобы не нужно было думать, включил и забыл, который будет поддерживать большую скорость, высокий вольтаж, чтобы нужно было заряжать устройство туда и обратно и не особо заморачиваться по этому поводу, что тебе, допустим, там нужен какой-то особенный кабель или особенный порт, поскольку ты, как помнишь, раньше у и обычных ноутбуков и у старых макбуков какой-то USB был заряжающий, какой-то был не заряжающий, то есть нужно еще было знать в какой порт, даже в обычных системниках так было, через какой-то USB можно было подзарядить внешнее устройство, потому что подавалось напряжение, какой-то USB был чисто пассивным только для подключения. Да, еще от себя добавлю, что мне, например, очень импонирует USB Type-C тем, что он, ну как-то он вот толще, что ли, прочнее, чем, например, тот же microUSB или miniUSB, которые постоянно сыпались о ней, потому что они были очень нежными, малейший изгиб металлической части сразу приводил к неработоспособности интерфейса, а также оно все быстро истиралось, и на мой взгляд USB Type-C все-таки имеет больший ресурс, и он более живучий, что ли. Да, это будет важный фактор, особенно для регулярного использования, когда приходится постоянно подключать какие-то устройства, особенно с внешними хардами, я думаю, это будет очень актуально. В связи с этим вопрос такой, а насколько, на твой взгляд, вероятно, что следующее поколение айфонов получат USB Type-C? Маловероятно. Ну, потому что это было бы логично, потому что большинство устройств Apple это именно смартфоны, то есть я имею в виду не в плане линеек, а именно в количественном измерении. Лайтнинг тоньше, а поскольку Apple всегда гнали за тем, чтобы сделать девайс максимально тонким, легким и компактным, они вряд ли будут использовать более габаритный USB Type-C, это раз. Ну, ты помнишь, они даже аудиоджек выкинули. То есть ради популяризации они не пойдут на это? Второе ради чего они не пойдут на это, это Лайтнинг это их проприетарный порт, их собственность по сути. И только они диктуют, ну, мы не берем, конечно, рассмотрение китайцев, которые готовят все и подо все, они сами контролируют, кто производит аксессуары для их устройств, и для них рынок аксессуаров также очень важен. Им невыгодно иметь широкий стандартизированный порт, когда каждый может клепать что угодно под кого угодно, им выгодно самим производить для себя аксессуары и на них зарабатывать соответственно, и контролировать еще другие третьи стороны, типа, Белкина и вижу с ними. То есть, здесь, как бы, размеры капиталистические ценности все-таки важнее. Очень неплохо коррелируют с техническими ограничениями, которые добавляют. да, здесь я могу, наверное, согласиться с этим. В общем, мы, наверное, все обсудили с тобой касательно презентации Apple, поэтому на сегодня, я думаю, остановимся, сегодня вот такая небольшая у нас презентация будет, точнее, ну, подкастик, маленький подкастик. Домашний. Да. У нас в гостях был Павел, а с вами был Аргубин 600. Пока. Продолжение следует...